Так, раз-раз всем привет! Очень рад вас видеть. Я сотрудник компьютерного центра обучения специалист. Вот наш с вами сайт. И если вам понравится наш вебинар, вы захотите у нас учиться, то с помощью сайта это лучше всего сделать. Значит, обо мне проще всего узнать в разделе о центре преподавателей. И зовут меня Лохтеров Вячеслав Александрович. Вот он я. И вот так вот я выгляжу. Значит, я работаю преподавателем в центре специалист и работаю инженером в МГТУ имени Баумана. Совмещаю две эти работы. И тема сегодняшнего нашего вебинара посвящена курсам DevOps. У нас имеется первый курс по DevOps, который я веду. И имеется продолжение этого курса. Ну и вообще все курсы, которые посвящены Linux, можно найти на путеводителе. Примерно вот так, как я это сейчас показал. Для нашего с вами вебинара я буду использовать свое собственное методическое пособие, которое называется Viki Val BMSTU.ru. Значит, Viki это формат. Val это Вячеслав Александрович Лохтеров. BMSTU.ru это место моей основной работы. Работу я вам ГТУ имени Баумана. И если вам вебинар понравится, то вы сможете в этой Википедии найти еще много чего интересного. Поэтому небольшая навигация по ней. Значит, я буду использовать для вебинара раздел материалы по методике чтения курсов. Это Википедия. И рекламный вебинар, собственно, у нас в конце большого уже списка вебинаров, которые я записал. Так, тогда сразу его открываю. Да, кто-то уже учится. Очень приятно. Вот. Тем более, что дело я это люблю. Рассказывать люблю. И лабораторные работы люблю. Значит, этот вебинар будет тоже не совсем обычный, в отличие от других вебинаров на Ютубе. Значит, этот вебинар является продолжением курса, второго курса по девопсу. Поэтому, если вы прям вот смотрите эту запись, обучаясь у нас, то берите в руки мышки, клавиатуры. Вот. Вот. Молчат, молчат. Все молчат. Преподаватель рассказывает. Да, в чате меня спрашивает. Все молчат. Да, началась лекция. 18.00 уже началось. Поэтому будет запись. Кто что-то пропустил, не волнуйтесь. Да. А звук, собственно, должен быть. Да. Если у кого-то совсем нет звука, то посмотрите свое оборудование. Ну, а мы продолжаем. Так вот, этот курс продолжение. Этот вебинар буквально является продолжением курса. И если вы учитесь на курсе, то можете прям вместе со мной выполнять вот эти вот действия. Ну, а если не учитесь, посмотрите. Наверняка можно будет много чего взять. Поэтому двигаемся дальше. Исходные данные. Рекламу не буду вам читать. Так все понятно. Исходные данные. У нас есть кластер Kubernetes, который мы развернули с помощью kubi-spray. Значит, все по дефолту. Я очень люблю делать максимально простые конфигурации, работающие без всякой... без всего лишнего. Поэтому прям вот generic развернут у нас kubi-spray кластер. Я его скоро нарисую. 40 минут этот процесс длится, поэтому ждать на вебинаре мы это не будем. Также у нас имеется на предприятии, такое мысленное предприятие, GitLab. GitLab тоже я нарисую. Коллеги, микрофоны, пожалуйста, выключите, потому что мы, значит, мы на занятии, где слушаем, да? Поэтому, чтобы не было... чтобы запись была качественней. Вот. Ну и, собственно, GitLab. Kubernetes есть. Сейчас я его нарисую. GitLab у нас есть. Я его тоже нарисую. Я просто сейчас подключусь к нему и покажу, что вот у нас имеется все необходимое для DevOps'a Kubernetes плюс GitLab. И если вы у нас учитесь, то у вас все это есть. Соответственно, учетная запись студент с паролем паспорт. Вот. И проблема заключается в том, что с некоторой версией Kubernetes, развернутой кубе спреем, не умеет работать с репозиториями не по HTTPS. И вот эту проблему как бы надо решить. Решить можно по-разному. И мы решим ее правильно. А именно переведем все на HTTPS. Заодно и доступ ко всему тоже организуем по HTTPS. Поэтому нам понадобятся сертификаты. Где взять сертификаты? Сертификаты можно взять, значит, например, Let's Encrypt в реальной мере. Можно развернуть свой удостоверяющий центр. Я придумал, что для того, чтобы учиться, не надо будет обращаться в Let's Encrypt. Не надо разворачивать удостоверяющий центр. А возьмем-ка мы и создадим. BuildCard сертификат на все имена, которые в нашем предприятии будут использоваться. Это такой методический лайфхак. Поэтому вот первое, что мы с вами увидим, что можно взять и создать BuildCard сертификат. Значит, я буду постоянно говорить, на каком курсе Linux это все происходит. Значит, идем на третий курс по Linux по безопасности. Там изучается программа OpenSSL и с помощью этой программы рассказывается, как сертификатами управлять. Значит, чтобы управлять сертификатами, надо создать приватный ключ для сертификата. Значит, очень кратко, коллеги, потому что все это можно погуглить, что такое приватный ключ, сертификат и так далее. Значит, мы договорились. BuildCard сертификат. Сейчас вы увидите, что это значит. Поэтому и ключ будет называться BuildCard. BuildCard. А дальше к этому ключу мы создаем самоподписанный сертификат. Самоподписанные сертификаты зло, но для экспериментов, которые я хочу вам продемонстрировать, нам вполне пригодится. И вот кто учится у меня, знает про такие вот странные доменные имена. Корпорация. Дальше номер некий юн. Я традиционно использую 13 номер. И вот эта звездочка будет как раз говорить, что сертификат привязан к любому имени, совпадает с любым именем внутри домена корпорация. Так, значит, смотрю, везде ли меняю иксы. Очень много материала. Очень хочется все рассказать. Поэтому я так буду смотреть. Ссылки на материалы будут с самого начала записи Никиты. Помните, я же открыл wiki-wall-b-master-ru. Все там. wiki-wall-b-master-ru. Ну, вот и все материалы. Больше никаких. У меня самого никаких больше материалов нет. Ну, будет в записи. Ничего страшного. Вот. Значит, и, значит, двигаюсь дальше. Вот у меня есть приватный ключ. Вот у меня есть сертификат. Соответственно, теперь надо, теперь надо мой GitLab перевести на HTTPS. Как это делается? Значит, это делается. Идем мы на курс уже DevOps 2. В этом курсе мы разворачиваем GitLab с помощью докер-контейнера. Ну, и в документации к GitLab сказано, что если вы хотите, чтобы GitLab работал по HTTPS, надо сертификат и приватный ключ скопировать в определенный каталог. Каталог называется вот так вот. Ключ и сертификат должны совпадать с хостнейм-системой. Ну, а дальше, раз мы развернули GitLab в контейнере, то, соответственно, еще раз тут как бы лаба продолжения курса. Поэтому несколько вещей как бы опираются на предыдущие. Но все равно интересно, вот как развернуть GitLab в контейнере. Еще лучше сделать это не только с помощью докера, но и с помощью докер-композа. Соответственно, я перед вами из методички беру прямо целиком файл конфигурации GitLab для запуска его в контейнере через докер-композ. И давайте попробую, не ошибаясь, здесь заставить GitLab работать по HTTPS. Ну, давайте снизу вверх начинаю заставлять. Во-первых, он будет слушать порт 443, не будет слушать порт 80. Так, дальше, значит, никакого HTTPS у нас не будет, HTTP не будет, поэтому удаляю вот эти строчки, в которых GitLab работает по HTTP, Registry тоже у нас будет HTTPS и так далее. Я оставляю строчки, которые заставят GitLab работать по HTTPS. И сейчас важно заменить все значения X. Кто учится у нас в специалисте на курсах Linux, знает, что каждый управляет своим собственным доменом, у каждого свой собственный номер. У преподавателя у меня традиционно номер 13. Ну и, соответственно, я сейчас воспользуюсь своими знаниями ВИА. Заменяю везде значение X на 13, да, и получается вот в пяти местах у меня все заменилось. Соответственно, сохраняю. Сохраняю. Так, ну и длительный процесс. Почему я так тороплюсь? Потому что нужно это пораньше запустить, чтобы потом можно было, дожидаясь пока все это. GitLab – такой монстр страшный, комбайн, который перезапускается очень долго. Так, ну и надеюсь, что ошибок я не понаделал, я перезапускаю его. И также длительный процесс еще один запущу. У нас будет тестирование проводиться с рабочей станцией пользователя. Вот, ВИА, потому что я привык к ВИА, ну, на курсах я никогда не настаиваю на использовании ВИА, в отличие от моих некоторых коллег. Считаю, что главное, чтобы файл конфигурации был правильный. Ну вот, ну а пока вас отвлекаю, соответственно, запускаю процесс импорта еще одной виртуальной машины, которая будет у нас играть роль, ну, собственно, пользовательской рабочей станции, которая будет к нашим ресурсам обращаться. Называться она будет «Клиент2». Обычно я прошу к имени ВМ добавлять дату, чтобы можно было понимать, когда это ВМ была, когда она больше не нужна, пару процессоров ей дадим. Вот, по сценарию «Клиент1» – это Linux машина-разработчика, в курсе, соответственно, используется машина-разработчика. А это машина-рабочая станция-пользовательная обычно. Так, ну и поскольку длительные процессы пошли, я могу все-таки нарисовать, что у нас и где есть. Итак, у нас имеется сеть предприятия. Рисую ее. Нет, здесь будет немножко по-другому. Не сеть предприятия. Сеть кластера Кубернетис. Рисую сеть кластера Кубернетис. И даже называю ее, соответственно, чтобы было понятно. Значит, эта сеть будет называться Кубернет. Значит, она будет иметь адресацию 192.168. Ну, X у меня 13-й, поэтому я буду писать, соответственно, сразу же везде 13-е значение. Да, это вот Кубернет у нас. Значит, в этой Кубернет у нас находится кластер Кубернетис. Кластер Кубернетис учебный всего лишь из трех узлов. Но этого достаточно для того, чтобы понять, что для чего происходит. Поэтому вот три узла уже развернуты у нас Куб Спреем. И называются они, тоже буду сокращать, там Кубе-1 называется, Кубе-2, Кубе-2 и Кубе-3. Три узла у нас в кластере. Из трех узлов кластер Кубернетис состоит. Так, также внутри этой сети оказалась машина, которая с GitLab. Эта машина называется сервер. Вот я ее рисую. Тоже подписываю ее, чтобы было понятно, что где у нас машина сервер. И как раз здесь у нас GitLab. Напишу, что у нас GitLab здесь. Так, ну и я подключился уже к ней. Вот SSH консоли. Вот у меня, собственно, перезапускается GitLab для того, чтобы работал по HTTPS. Так, значит, также у нас имеется сеть предприятия. Я ее так нарисую по красным. Значит, эта сеть предприятия у нас венчается шлюзом предприятия, который, ну, тоже подпишу его по сценарию. Значит, он будет называться у нас корпоративный гейт. Корпоративный гейт. Корпоративный шлюз. Вот, адресацию тоже сети предприятия подпишу. Она сейчас понадобится в ближайшее время. 172.16.1.0 разделить на 24. Так, давайте ее повернем. Эту штуку подпишем. Так, вот так вот, да. Так, и, значит, соединяет, соединяет сеть кубернетис с сетью предприятия машина, выделенная машина. У нас тема курса, тема вебинара «Безопасный доступ», да, безопасный. Вот какой опасный, какой безопасный, будем смотреть. Машина, которая будет называться гейт. Скоро мы ее увидим. Вот этот гейт соединяет сеть предприятия. И я не случайно не соединяю сразу до конца все, потому что у нас задача безопасная и отказоустойчивое соединение. Так, и та машина, которую я только что импортировал, наш с вами Windows-клиент, он находится вот здесь. Вот тут клиент 2, так нарисую я его тоже здесь. Машина будет называться. Так, и рабочую станцию, да, которую я только что импортировал, нарисую вот здесь. Да, расскажу, пока буду рисовать то, что есть у нас и добавлять по мере необходимости. Значит, это вот клиент 2, клиент 2, вот эта вот машина. Вот здесь она находится. Windows-рабочая станция. Так, хорошо. Значит, вот рабочая станция так будет изображаться. Значит, давайте ее сейчас включим. Значит, сеть предприятия у нас изготовлена буквально из физической сети в виртуал-боксе. Опять же, кто занимается, тот об этом знает, а кто не занимается, вот так вот методически это организовано. Так, и я запускаю эту виртуальную машину. И настраиваю, настраиваю, как одну из машин предприятия, которое будет обращаться к ресурсам в кластере. В кластере Kubernetes будут развернуты веб-приложения. И, соответственно, да. Эдуард задает вопросы хорошие в чате. Эдуард, скажу, что я попытаюсь за 2 часа, у меня максимум 2 часа. Вы на 45-минутный вебинар думали, пришли, да. Значит, максимум за 2 часа я хочу рассмотреть все варианты безопасного подключения к Kubernetes с использованием и Nginx, и Харпрокси, и Кипа Лаева, и всего остального. В общем, если все пойдет по сценарию, который я многократно прогонял, то мы с вами за 2 часа получим материал часов на 10. Ну, посмотрим, посмотрим, если никаких сбоев не будет и так далее. Значит, подключаюсь я к свежедобавленной рабочей станции. Вот, опять же, методически мы ей назначим определенные IP-адреса. Так получается, что динамические IP-адреса здесь не годятся, поэтому тоже по сценарию будет просто меняться все, поэтому сейчас включаем. Значит, сеть предприятия у нас 172.16.1. Так, и, значит, изображу, на шлюзе у нас используется шлюз, который пускает нас в кластер Kubernetes, будет использоваться IP-адрес .13.0 или X, если вы это делаете, да, у вас, как только видите, X или 13 заменяете на свое значение. Вот, а у рабочей станции будет IP-адрес, тогда будет 100 плюс X. 100 плюс X, вот такой вот, 100 плюс X рабочей станции, чтобы не было конфликтов. Чтобы не было конфликтов, вот она, эта рабочая станция у нас к сети предприятия подключена. Так, и, соответственно, я настраиваю 100 плюс X. Так, у шлюза предприятия, нам же надо, чтобы она ходила в интернет, это рабочая станция, у шлюза предприятия будет IP-адрес 254. Так, ну и, собственно, тогда более очевидно будут параметры настройки. Значит, 100 плюс X у меня будет 113. Шлюз, поумалу, так, маска будет просто сеть класса С, 255, 255, 0. Так, шлюз 172, 16, 1, 254. И вот DNS тоже немного неожиданно, но методически так получился, что DNS у нас находится на машине сервер, внутри вот у нас DNS. Так, ну и пора уже напомнить IP-адрес машины сервер. IP-адрес машины сервер у нас будет, не будет, а есть уже, 10-й IP-адрес, вот такой вот IP-адрес. Так, какие IP-адреса у узлов в Kubernetes, я расскажу, когда это понадобится. Сейчас просто скажу, что вот они подключены к этой сети тоже. И, соответственно, вот такая у нас картина. Так, хорошо, значит, поэтому DNS-сервер будет у нас в настройках 192, 168, 192, 168, 13, 10. Так, ну я надеюсь, что нигде не ошибся, и эта машина может проверить связь с GitLab. Так, сервер, точка корпорация, такая-то, да, вижу связь с GitLab, и даже можно попробовать к этому GitLab подключиться. Можно попробовать к этому GitLab подключиться, даже используя штатный браузер, вот, работать мы с ним не будем, поэтому, ну, попробуем HTTPS, двоеточие, так, HTTPS, двоеточие, GitLab у нас перешел. Так, сервер, GitLab у нас на сервере, корпорация, такая-то, точка, и он. Так, ну что, сертификат плохой. Да, 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 так, можем больше, Эдуард, спасибо, спасибо, я тоже могу за ребенком только ехать. Так, ну что, сертификат-то наш никому неизвестен, все логично, все правильно, поэтому ругайте, сейчас мы это дело поправим. Смотрим дальше методическое пособие, что у нас тут с вами, что у нас тут по плану. Значит, мы с вами выполнили второй шаг, перевели GitLab и его registry, скоро узнаем, что это такое, на HTTPS. Теперь нам надо этот сертификат распространить нашего предприятия по нашим системам. По каким системам? Ну, во-первых, как распространять? Удобно распространять этот сертификат, например, по HTTP. Поэтому я опять же говорю, что мы не стали разворачивать удостоверяющий центр. Я тут прямо недавно придумал, что можно вилдкарт, всю жизнь использовал вилдкарт-сертификаты и недавно понял, что это можно методически в курсах использовать. То есть наш вилд CRT, он же будет и CA CRT, поэтому мы его выкладываем в доступ на веб-сервер. Так, ну и про кубернетис, про кубернетис. У нас имеется три узла кубернетиса. Как кубернетис, узлы кубернетиса, научить вашему сертификату? Если честно, абсолютно точно так же, как научить Linux. То есть нужно этот сертификат скопировать в каталог с сертификатами и обновить список сертификатов. Так, это надо сделать на всех трех узлах, которые я нарисовал. И чтобы кубернетис мог загружать образы из репозитория, который с сертификатом, например, подписанным этим сертификатом или вот с этим вилдкарт-сертификатом работает, достаточно просто перезапустить контейнер D, который у нас является движком для работы с образами. Короче, вот эта вот страшная инструкция состоит из трех инструкций, каждая из которых выполняется на определенном узле кубернетис. Вот оно копируется, обновляется список сертификатов. Так, и если повезет, если нигде я не напутал, то у меня теперь GitLab доступен по HTTPS. Давайте проверю, доступен он по HTTPS. Да, но на этой станции я не буду сертификат импортировать. Я пойду так, как никогда не надо делать. Что не надо делать? Не надо, не надо, не надо вот так вот принимать риск и продолжать. Так, OpenVPN у нас не будет, сознаюсь честно. На OpenVPN меня не хватило, поэтому будут другие варианты, но, надеюсь, не менее интересные. Так, ну и, собственно, про registry. Registry в качестве Docker registry используется GitLab. Вот, оговорили все, Эдуард. Все, все, поверьте, все. OpenVPN – это не способ доступа к кластеру. Так что все. Так, GoWebD – это проект, внутри которого имеются образы приложения. Значит, в этом курсе Kubernetes 2 рассматривается пример разработки приложения, прям настоящего приложения на языке Go. В общем, все по-настоящему. И скомпилированное приложение в виде образа помещено в GitLab. И вот я показываю, что этот образ у нас здесь в GitLab есть. Еще раз, это наследие курса, продолжение которого мы рассматривали. И вот здесь вот имеется контейнер с определенными метками. И я могу проверить, а действительно ли мой кластер Kubernetes может этот образ загрузить. Вот как проверить, может или не может. Надо подключиться к какому-нибудь узлу Kubernetes. Ну, если честно, будем считать, что Kube1 у нас мастер, хотя там два мастера. Kube1 и Kube2. И просто вот перед вами команда, которая загружает вот этот вот образ. Вот. И если она отработает успешно, то, соответственно, мы можем быть уверены, то наш кластер Kubernetes у HTTPS может подключиться к регистрии и загрузить нужный образ. Вот можно так посмотреть список образов, можно удалить образ. Значит, мы с вами начало сделали. Тут никакого... Смотрите, иногда говорят, Вячеслав, а как нам взять? Давайте покажу. Вот мы немножко начали с вами. Коллеги, все, что я рассказываю, все, что я знаю и все, что умею, сосредоточено вот в этом ресурсе. Достаточно просто его знать, чтобы все мои знания взять. Тут рассказывается все, и как развернуть Kubernetes, и как образы и так далее. Берите, да. Если вы хотите, например, посмотреть, что на каком курсе проходит, это очень легко сделать. Не надо платить деньги и угадывать, смотреть план программы. Коллеги, микрофоны, пожалуйста, отключайте, будьте добры. Можно просто зайти в материалы по методике чтения курса и любой курс посмотреть. Вот я, например, сейчас хвалю DevOps 2, продолжение вот этого курса. Можно посмотреть все лабораторные работы, которые здесь проходят, пройти по всем ссылкам совершенно бесплатно. Ну, так и есть. Единственное, чего здесь нет, это комментариев. Что, зачем и как. Комментарии за деньги на занятиях. Ну, на самом деле, очень скоро инженеры становятся на таком уровне инженером, что им просто достаточно конфигурацию увидеть, чтобы взять то, что им нужно. Так что слово «бесплатно» здесь не пустой звук. Ну, и я показал, где все это берется. То есть, тут ничего клонировать не надо. Берите все отсюда, все здесь есть. Ну, а я продолжаю. Значит, что мы с вами сделаем? Не волнуйтесь, бизнес-модель не обрушится. Бизнес-модель у нас правильная. Самое ценное сегодня, знаете что, объяснить. Вот я сейчас вам наговариваю материал, уверен, что непонятно. Мне бы тоже было непонятно, потому что этот материал надо 10 раз посмотреть. Ну, или там, я бы, наверное, с пятого раза все понял. А бизнес-модель в том, что не надо 10 раз подряд все смотреть. Надо прийти на занятия и лично поговорить с преподавателем, и он выяснит, что вам непонятно, и объяснит. Вот и вся бизнес-модель. Двигаемся дальше. Итак, у нас Windows-клиент развернут. Мы с вами познакомились, схему стенда нарисовали. Преимущества обучения в специалисте я тоже рассказал. Что остается? Да, в общем, ничего не остается. Надо на наш Windows-клиент тоже сертификат этот загрузить, потому что он у нас есть в GitLab, он у нас есть в Kubernetes. И, собственно, сейчас мы его на Windows-клиент добавим. Ну, можно было бы, конечно, каким-то другим способом, но самое быстрое – это установить веб-сервер Апатч, удалить вот этот вот файл, индекс HTML, удалить вот этот файл, индекс HTML, и, собственно, через HTTP загрузить сертификат, чтобы после этого работать с HTTPS. Так, ну давай, веб-сервер, загружайся. Так, 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 ну отлично. Удаляю индекс HTML. Так, и теперь могу на Windows-клиенте вместо HTTPS написать HTTP, подключиться вместо GitLab к веб-серверу Апатч. Вот мой сертификат. Соответственно, открываю его, и на все 500 рабочих станций вот так вот импортирую. Это реклама курса Linux 4, там все можно через Ansible будет сделать. Так, открываю, установить сертификат. Так, пускай текущий пользователь. В корневые центры сертификации, доверенные корневые центры сертификации. Так, да, устанавливаю, устанавливаю, окей. Вот так на 500 компьютеров сбегал везде, и теперь все эти 500 компьютеров могут работать по HTTPS с любыми ресурсами, которые у нас подписаны вот этим вилдкарт или используют вот этот вилдкарт-сертификат. Ну, хорошо, двигаюсь дальше. Так, ух, ну, наконец-то, ну, наконец-то кубернетис у нас начинается. По просьбе моего старшего я добавил в материалы, значит, замечательный механизм, который называется Metal LBL от Balancer. Вот с него мы с вами и начнем. Ну, сперва давайте само приложение. Значит, на курсах и первом кубернетис, и на втором рассказывается, что вы можете в кубернетис добавить приложение следующим образом. Подключаетесь куда-нибудь, где есть утилита кубик ETL, например, к мастеру ЗЛУ, создаете на имспейс для вашего приложения, значит, создаете манифест, описывающий ваше приложение. Давайте создадим манифест. Вот, кто с кубернетисом работал, сто раз видел такие вот манифесты. Ну, чтобы немножко очередное повторение отличалось, я предлагаю сделать следующее. Ну, во-первых, мы с вами видим путь к репозиторию. Приложение называется GoWebD. А во-вторых, везде вот эти вот штуки одинаково называются. Давайте их назовем по-разному. Значит, что у нас первая часть? Первая часть – это у нас диплоймент. Название диплоймента. Что такое диплоймента, расскажите. Вот, все на курсе. У нас с вами мясо, лабы. Так, это метка. Значит, диплоймент управляет контейнерами и подами вот с этой вот меткой. Метку назовем label. Дальше, собственно, мы описываем шаблон пода, который будет иметь метку, вот этот лейбл. Вот, и в поде будет один-единственный контейнер, который я назову вот так вот контейнер. Контейнер. Вот у нас с вами такой вот манифест. Хоть эти надписи везде обычно одинаково называются, но хоть где-то надо их по-разному называть, чтобы было понятно, что это такое. Так, ну и, соответственно, я применяю этот манифест. Все копирую из методички. Тут еще раз. Все мои знания сосредоточены в этой штуке. Самое сложное – это починить Википедию, когда Википедия упала. Тогда приходится без Википедии делать. Так, соответственно, можно посмотреть, запустить. Да, не можно, а нужно посмотреть, потому что, да, вот наши контейнеры running находятся. Ну и вот здесь видно, что у нас, значит, деплоймент, да, в имени контейнера присутствуют метки, соответственно, лейбл. Вот сам контейнер внутри пода у нас единственный. Как бы вот у нас приложение запустилось. А как же доступ к этому приложению организовать? Как, я вас спрашиваю, да? Надо сделать как-то. Так вот, один из способов заключается, кстати, в баунке мы его не используем, и только готовя этот вебинар, я его изучил, заключается в том, что мы устанавливаем штуку, которая позволит каждому сервису, скоро увидим сервисы, выделять выделенный IP-адрес. Выделять выделенный IP-адрес. Я как сетевой инженер не очень люблю. Это надо все эти IP-адреса помнить, значит, выяснять, кто использует, кто не использует, забирать обратно и так далее. Ну, тем не менее, значит, опять же, по словам старшего моего, очень любят этот вариант безопасники. Безопасники любят его потому, что, значит, можно им матрицу доступа нарисовать и сказать, вот к этому IP имеет доступ только вот тот-то и тот-то. А эти вот враги не имеют доступ. И безопасники тогда говорят, ну, замечательно, значит, все у вас безопасно, все это хорошо. Ну, и нам надо дождаться, пока эта штука запустится. Вот она тоже не связана. Слово «мониторить» не очень понятно. Сейчас мы посмотрим готовое решение, и вы посмотрите и скажете, понятно или непонятно. Пока что я развернул штуку, которая непонятно зачем. Вот к этой вот штуке непонятно зачем. Метал. Метал – это что такое? Метал, да, железное. Ло от баланса. Вот в эту штуку мы добавляем пул адресов. Я еще раз говорю, опыта реального эксплуатации в продакшене у меня этой штуки нет, поэтому я нашел парочку примеров и взял тот, который мне понравился. Значит, пул адресов описывается в виде подсети. Помните наша сеть? Кубикластер, да? Куби нет, куби нет. Она у нас вот такая вот. И вот фрагмент этой сети мы взяли под вот эти вот IP load balancer. Ну и, значит, информацию об этих IP-адресах load balancer тоже может распространять по-разному. В данном случае будет использоваться layer 2, я так понимаю, IRP протокол через вот этот вот интерфейс Ethernet 0. Ну, действительно, в нашем кубе кубернете с узлов используется интерфейс Ethernet 0. И вот я сохраняю этот вот манифест описания пула, применяю его. Кстати, обращаю внимание, что можно сделать так, что IP-адреса вообще автоматически будут назначаться сервисом, но здесь до этого я решил не допускать. Это уже какой-то DHCP начинается. Может быть, этот вариант использования кому-то. Да, на уровне сети в кубере, да. Так, и, соответственно, этот манифест применяю. И возвращаясь к своему приложению, как нам к нему доступ получить? Как нам к нему доступ получить? Надо создать объект типа сервисе. Сервисе. И мы это делаем и на первом курсе по DevOps, там еще в, как самый простой кластер Kubernetes называется, мини-куб, да, мини-куб, да, в мини-кубе делаем. Потом делаем уже в настоящих кластерах, которые через кубадом разворачиваем или через кубспрей. Ну и, значит, на курсах мы смотрели варианты сервиса типа NodePort. В данном случае мы NodePort рассматривать не будем, это на курсе рассматривается, а рассмотрим вариант LoadBalancer. И вот здесь тип LoadBalancer, и мы видим первый IP-адрес из того диапазона, который мы с вами описали. Так, ну и надо не забывать, что, значит, в сервисе у нас будет называться, допустим, SRV. SRV, да, чтобы у нас вот эти названия были разные, MyWebD, SRV. Так, а сервис будет передавать запросы подом с меткой MyWebD минус Label. Вот я себе жизнь усложняю, да, вот такие вот вещи хочу хотя бы здесь показать. Так, и теперь я этот сервис применяю, манифест применяю. И будет круто, если к этому сервису привяжется IP-адрес. Давайте посмотрим, привяжется или нет. Так, только не MyWebD, а MyWebD, SRV. SRV я назвал. Так, посмотрите, видите, говорит, что привязался IP-адрес. Но еще будет круче, если можно спросить этот IP-адрес. Ну что, перед вами работа приложения, написанного на Go. Я ни разу не являюсь программистом на Go, но сумел написать вот такое вот приложение, которое возвращает имя контейнера, внутри которого работает, и метку версии. Ну и если позапрашивать, то мы видим, что происходит балансировка между двумя копиями нашего приложения, что, собственно, и задумано. Теперь кто-то там в чате спрашивал, а где будет Nginx? Где будет Nginx? А вот где он будет, Nginx наш, посмотрите. Значит, у нас с вами здесь работает приложение. Вот здесь вот работает приложение. У него есть IP-адрес. Но по IP-адресу к приложению, во-первых, никто не обращается. А во-вторых, наше приложение работает по HTTP. А мы хотим, чтобы клиент обращался по протоколу HTTP-S. Как это сделать? Правильно, вот сюда поставить Nginx. Так и пишу. Вот сюда берем и ставим Nginx. Сюда ставим Nginx. Так, ставим. Ну и, соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно, во-первых, в DNS-сервере. В DNS-сервере. Так, да, да, да. Ну, я не знаю, тут в разном порядке все написано. Давайте, как буду, как в методичке. Значит, поскольку речь шла про HTTPS-доступ к приложению GoWebD, то, соответственно, я возьму наш вилдкарт-сертификат и буду считать его сертификатом для приложения GoWebD. И скопирую эти сертификаты на машину, на которой будет Nginx. Мы с вами договорились, что Nginx у нас будет на машине Gate. Вот я скопировал. Теперь я подключаюсь к этому Gate, устанавливаю на него Nginx. Все варианты доступа. Устанавливаю Nginx. Так, устанавливаю Nginx. Так, пусть ставится. Ну и, значит, когда он поставится, сделаем конфигурацию. Опять же, у меня в методичке конфигурация Nginx на все случаи жизни. В частности, вот вам пример, когда Nginx работает HTTPS Proxy. Если вы когда-либо настраивали Nginx, знаете, что там есть возможность настраивать отдельные сайты в отдельных файлах конфигурации, что мы, собственно, и сделаем традиционно. Вот, соответственно. Так, что мы здесь с вами видим? Тоже я стараюсь делать максимально простые конфигурации, поэтому поступим так. Пока непонятно, для чего нам вот эти страшные штуки нужны. Эти штуки страшные нам понадобятся. Кто от этого вебинара не устанет и через месяц подключится к продолжению вебинара, там эти штуки понадобятся. Значит, мы поговорим немножко про работу HTTP через Proxy. Так, ну а так, что мы с вами видим? Мы видим, что, значит, наш Nginx обслуживает запросы на вот этот вот сайт. Если подключается к 80-му порту, то Redirect делает на HTTPS. Наша задача HTTPS. Соответственно, также он слушает порт HTTPS, использует вот этот вот сертификат, вот этот вот ключ, который мы только что скопировали. Ну и имя нашего приложения вот такое. И кто обратится к Nginx, Nginx тут же в качестве сработает как Proxy и загрузит информацию уже по протоколу HTTP. То есть внутри кластера у нас трафик летает не шифрованный. Вот так вот, между прочим, может быть. Это и не очень хорошо. Вот, но мы будем считать, что внутри кластера у нас посторонних нет, поэтому сети кластера посторонних нет. Вот поэтому вот такой вот вариант возьмем. Значит, чтобы этот вариант заработал, необходимо его прилинковать, прилинковать, прилинковать к основному файлу конфигурации Nginx. Линкуем, да, go.webd у нас здесь, go.webd. Вот, это, в общем, на курсах про Nginx, где у нас Nginx изучается. На Linux 2, там, где у нас приложение изучается. Так, и можно вот тоже в копилочку вкладить. Вот такая команда, не сразу до меня она дошла, вот такая команда выводит итоговый файл конфигурации Nginx из всех сайтов, и мы видим, что наша конфигурация туда подключена. Так, ну что ж, раз так, то можно перезапустить наш Nginx. Nginx, рестарт, да, дальше запустить. Так, ничего, дальше не надо запускать теперь. Приложение go.webd, чтобы наши с вами пользователи, набрав go.webd, попадали вот сюда на наш Nginx, на вот этот вот IP-адрес вот этого Nginx, необходимо прописать это в DNS, что мы с вами и делаем. Значит, DNS-сервер тоже у меня во всех курсах присутствует, и я добавляю, добавляю запись, добавляю запись. Так, запись беру из методички. Вот такая вот запись у нас. Так, значит, буду перезапускать сервис, хотя тут бывают очень грамотные люди, которые знают, что перезапускать DNS не надо, что надо не терять кэш DNS. Ну, у нас с вами игрушечное все немножко, поэтому можно. Так, и, соответственно, как мне написали, говорит, преподаватель плохо говорит, постоянно соответственно говорит или еще что-то, слова-паразиты. Могу сказать, я не преподаватель, я инженер, поэтому мне можно. И, соответственно, теперь наш с вами пользователь набирает go.web.d.korporacja. Ну, у меня 13, и он нажимает на Enter. Во! Доступ к приложению, обратите внимание, безопасный. Видите, HTTPS, все у нас замочки нарисованы и так далее. Так, ну, хорошо. Значит, тестируем с клиента, тестируем с клиента, все у нас хорошо, кроме одного. А если у нас сломается вот этот узел, то сейчас трафик у нас идет вот так вот. Идет трафик, да, вот так вот идет трафик. Вот здесь у нас HTTPS-ный, а дальше идет HTTPS-ный, и к IP-адресу load balancer подгружается. А это вдруг вот эта машина сломается. Что случится? Плохо случится, все сломается. Поэтому идем с вами, сейчас я курс вам рекламировать, на курс Linux 6. Отказоустойчивая кластерная система. Значит, да, кстати, по сценарию у нас все железное, коллеги, никакой виртуализации. Железное, железное может сломаться, как угодно может сломаться. Там матплата сгореть или еще что-то там, сетевая. Поэтому мы идем в магазин и покупаем второй шлюз. Gate2.corporacja. Такая это точка.um. Так, сегодня у нас 18-е, 0-3-е, 0-3-е. Эдуард, сейчас увидите, зачем нам LXC? У нас же Кубер. Кубер моднее гораздо, и зарплаты выше. За Кубер платят. Если человек знает LXC, ему говорят, ну ладно, это технология, когда она появилась, в 2005-м. А Кубер, найдите человека, который Кубер знает. Совсем другие зарплаты, так что нисколько плохо не отношусь к LXC. У нас все в Кубере. Хотят, люди хотят. Так, Никита, ну давайте сейчас я свою линию догну, и тогда можно будет это самое. Так, второй шлюз у нас импортируется. Делаем отказоустойчивым шлюзом. Ну и пока он у нас импортируется, идем в DNS, точнее рассказываю, что будет дальше. Рисую я его. Значит, вот у нас был один шлюз, мы тут задумались, ставим рядом второй шлюз. Соответственно, этот гейт у нас станет первым гейтом. Прям добавим сюда единичку, а этот будет вторым гейтом. Добавим сюда тоже. Гейт 2. Прям вот так вот напишем. Так, значит, локальную сеть мы включим. Локальную сеть мы включим в коммутатор. Вот я рисую прям свитч, да? Свитч вот здесь вот рисую, свитч. Так, свитч рисуем, да? Прям коммутатор. Циска какой-нибудь. Будет, будет. Обязательно, Сергей. Я тут, я почему материал-то гоню со страшной силой? Потому что у меня куча вариантов. Так, и здесь тоже будет свитч. То есть корпоративная сеть включается в свитч, кластерная сеть включается в свитч. Да, свитч тоже. Так, и, собственно, эти свитчи подключаются к нашим шлюзам. Вот подключается, вот подключается, вот у нас соединение, да? И, соответственно, здесь тоже, да. Будет все, будет. Я уже дочери сказал, что подожди меня, папа не может бросить вебинар. Он хочет все рассказать. Так, соответственно, gate 2. У нас, у этих машин будет, значит, да, забыл нарисовать, но еще ни разу не фигурировал, поэтому не страшно. Значит, все в сети знают про IP-адрес первый, шлюз у всех один. Но поскольку у нас два шлюза, то мы дадим им персональные IP-адреса. Например, у этого будет .21 в локальной сети, у этого будет .22, .22, вот такой вот. Вот, ну и там пока машина импортируется, давайте ее подключим, она уже импортировалась. Значит, у этой машины будет два интерфейса. Сеть кластера у меня на курсах сделана, кубернетис, из адаптера хоста, VirtualBox Only Adapter. Так, а сеть предприятия, мы уже один раз сказали, это железная карточка, сетевой мост, после чего наш второй гейт можно запустить. Так, ну и пока он запускается, самое время в DNS. Раз у нас теперь два гейта, то мы в DNS добавим их описание. Это нам поможет здорово. Так, добавляем их в DNS. Так, ну и в DNS, соответственно, пишем gate 1, gate 2. Соответствующая IP-адреса. Если вы это делаете вместе со мной на занятиях, то не забывайте цифры 13 заменять на ваш номер стенда. Я, может быть, даже не забуду это дело поправить в методичке. Так, ну хорошо. Соответственно, теперь нам нужно их настроить. Ну, первый гейт надо настроить, во-первых, он у нас назывался гейт, SSH-гейт. Должен теперь называться, как он должен называться? Должен называться гейт-1. Вот мы ему название меняем. Следующее. Раньше он полноценно соединял сеть кластера Kubernetes с сетью предприятия. А теперь получается, что вот этот IP-адрес и вот этот IP-адрес, они должны быть как-то сами настроены на одном из узлов и как-то сами перенастроиться на второй узел, когда что-то случится. Поэтому на шестом курсе Linux рассказывается, что мы поступим с вами вот каким образом. Мы интерфейсу в кластерной сети дадим IP-адрес индивидуальный. У первого шлюза у нас, да, 21. Так, значит, а на внешний интерфейс вообще только линк настроим, больше никакой IP-адрес не назначаем. А IP-адреса назначать будет, IP-адреса у нас назначать будет программное обеспечение, которое называется Keep Alive. Название прямо само за себя говорит. Сейчас я устанавливаю на гейт этот Keep Alive. На гейт устанавливаю. На первый гейт, да, теперь уже можно говорить. На первый гейт устанавливаю Keep Alive. Идем с вами на второй курс и на шестой курс. Кластерные системы. И вот на шестом курсе, собственно, рассказывается, что вы можете использовать Keep Alive для разделения IP-адреса между узлами. В нашем случае даже целых двух адресов. Использоваться будет протокол VRRP. И вот Keep Alive это умеет делать. Очень круто. И, значит, на первом шлюзе у нас Keep Alive будет работать в режиме мастера и назначать вот эти вот IP-адреса соответствующим интерфейсом. И когда шлюз будет мастером, то он будет идти в интернет через, собственно, шлюз сети предприятия 254-й, как у нас на картинке. Так, ну и, в принципе, конечно, не обязательно было бы, но быстрее будет сделать именно так. Я сейчас перезагружу первый наш гейт. И ничего, в принципе, не изменится с точки зрения пользователей, потому что второй гейт еще не настроен, поэтому будет только один гейт. Я приступаю к настройке второго шлюза. Значит, он у нас вот запустился. Вот он здесь. Я к нему подключаюсь. Ну и чтобы его настроить, как вот в истории с курицей и яйцом, надо сначала ему IP-адрес назначить и SSH-сервис запустить. SSH-сервис на нем уже работает. Назначает 22-й адрес, как у нас на схеме стенда нарисовано. Вот, и могу, и могу, могу, что сделать? Могу, ну, могу настраивать персонально, но гораздо быстрее файлы конфигурации копировать. Поэтому сейчас я с сервера скопирую ключи SSH на первый гейт, на второй гейт, чтобы можно было быстро, не вводя пароли. Вот, ну и дальше, соответственно, смотрите. Тоже первый раз, кстати, у меня появилось применение. Вот как с первого гейта скопировать на второй с машины сервер. Вот, мотайте себе, значит, узелок завязывайте. skp-3 копирование будет проходить через сервер. Сервер имеет прозрачный SSH-доступ по ключу к обоим узлам. И вот таким вот образом я сейчас скопирую файл интерфейса с клиент DNS. То, что это шлюз, там переменная ядра настраивается. Вот таким вот образом копирую с первого узла на второй. Вот так вот. Единственное, что не нравится, что здесь она не пишет, что она делает. Ну ладно, хорошо, подключаясь ко второму узлу SSH-gate 2, даю ему осмысленное название hostname, что еще дальше надо. Редактирую его в файл network interfaces. Его скопировали с первого узла, но он же немножко отличается, поэтому здесь будет вместо 21, 22. Так, напишите плюсик, кто меня слышит, проверка связи. Я на всякий случай, да, спасибо большое. Так, и, значит, поправив network interfaces, я перезагружаю второй узел. Значит, он сейчас у нас, сеть настроит из файла network interfaces, уже не из командной строки. Вот, и все остальные конфигурации на него тоже скопирую. Сейчас дождусь, дождусь, чтобы оно загрузился, чтобы он загрузился. И вспоминаю, пока он грузится, что у меня было на первом гейте. Что у меня было на первом гейте. Вспоминаю. Значит, на первом гейте SSH-gate 2. Что у меня было на первом гейте? Значит, у меня был Nginx и Keepalive. Помните, было такое? Было. Ставлю и Nginx, и Keepalive ставлю. Через сервер копирую все, что было сделано на первом шлюзе. Настройку Keepalive, настройку Nginx, link Nginx, а также ключи, необходимые ключи и сертификаты для работы Nginx. Вот такие лабы у нас люди делают на курсе. Делают. Я сижу рядом. Если что-то не получается, то мы обсуждаем какие-то ошибки, если сделали или еще что-то. В общем, и так как послушайте, я вам расскажу про губернетис. Что про него рассказывать? Про него миллион статей написано. Вот, сделайте, чтобы оно работало. Так, ну и надо поправить Keepalive.conf, потому что на первом гейте у нас режим мастера, а на втором гейте будет режим backup, резерв. Резерв. Вот такой резерв. Так, хорошо. Будем считать, что первый гейт у нас помощнее, тот, 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 а второй горячим резерв. Так, ну и, собственно, надо этот Keepalive перезапустить в сервисе Keepalive Restart. Так, и можно уже проводить эксперименты. Значит, ну, во-первых, интересно, работает ли наша конструкция с тех пор вообще. То есть, по идее, сейчас у нас должен первый узел работать мастером, и весь трафик должен идти через него. Мастером это означает, что IP-адреса, вот эти вот IP-адреса, вот эти вот IP-адреса присвоены первому узлу, да, и трафик идет через него. Вот проверяем, так это или не так. Значит, я запустил мониторинг журнала, смотрю рабочую станцию, перечитываю. Вот я вижу, что у меня идет, видите, да, так, трафик идет через первый узел. Дальше сценарий тестирования. Дальше сценарий тестирования. Значит, я сейчас выключу первый гейт, первый гейт, а буду наблюдать за сообщением Keepalive на втором гейте. Сообщение Keepalive попадает в файл Messages, и здесь видно, что он в режиме бэкап. Так, как выключить гейт? Очень просто, надо его найти, надо его найти среди этой толпы виртуалок. Вот он у нас где-то, да, гейт. Вот, и можно его выключить. В принципе, его можно прямо выключить, выключить, а можно вот так вот нажать на крестик и подождать. В этом состоянии машина как бы замерзает, и вот мы видим, что второй узел тут же стал мастером. Вот, и если посмотреть трафик, то трафик теперь идет через второй узел. Идет или не идет? Давайте проверим, где там наш Windows клиент. Да, ничего, он не идет, и, соответственно, вопрос, почему. Так, SSH gate 2, сервисе Nginx, restart. Надеюсь, что в этом дело, но, может быть, и не в этом дело. Да, все-таки в этом дело было, и это первая ошибка, но не последняя. Это, это, да, да. Вот, кстати, так люди ошибаются. И иногда зовут, говорит, Вячеслав, у меня не работает. Почему? Вот тогда приходится. Так, значит, ну и, собственно, если вернуть наш gate обратно, то поскольку он у нас прописан мастером, то трафик снова пойдет через него. На что у нас с вами нет времени, а это очень интересно, лично мне очень интересно. Я бы с удовольствием бы посмотрел, на каких узлах у нас работает приложение. Вот таким вот, кубе, get, то-то-то, вот так вот. Увидел бы, что поды у меня работают, например, на кубе третьем и на кубе втором. И повыключал бы вот эти узлы, посмотрел бы, как у меня кубернетис запускает поды на других узлах, как отрабатывает металл ЛБ, лоад балансер и так далее. Но времени на это нет, а если вы на занятиях, то займитесь этим. Вот, а мы с вами, да, а мы с вами еще одну штуку сделаем. У нас же с вами безопасный способ с помощью безопасников. Давайте сделаем так, чтобы, да, давайте здесь, кстати, напишем, что у нас добавилось. Keep Alive, Keep Alive, да, добавилось Keep Alive. Здесь тоже у нас Nginx, Nginx, тоже Keep Alive, Keep Alive, на, на, Keep Alive. Так, безопасники, давайте сделаем так, чтобы вообще вот с этого клиента попасть внутрь кластера было никак нельзя. Это, кстати, можно сейчас сделать, я покажу, да, например, можно до сих пор проверить. Видите, да, я пингую узлы, да, и можно даже вот сейчас еще страшнее сделать. Кубе 1, да, Кубе 1. Видите, доступ к кубернетису у нас имеется. Поэтому идем на курс Linux 2 и сейчас быстренько защитим, защитим сеть кластера. И здесь тоже без особых комментариев устанавливаем на каждый из узлов, на каждый из узлов, на гейт, на гейт. Да, просто потом берите и все, как куски, вот как закрыть доступ к кластеру, да. Вот надо установить вот этот набор программ раз. Вот этот набор раз, программ. Так, и вот такими вот правилами мы с вами доступ закроем. Ну, очень кратко, значит, в таблице NAT мы сделаем NAT, чтобы наш кластер мог ходить в интернет. Поскольку внутри кластера сети у нас DNS придется пробросить порт 53, вот заодно как это делается. Соответственно, трафик из кластера мы разрешаем. Ответные пакеты, которые летят в кластер, мы разрешаем. Разрешаем также трафик DNS серверу, все остальное блокируем. То есть у нас должен пропасть доступ в кластер, только через NGINX будет все работать. Ну и, соответственно, пробую это сделать на первом узле, на гейте 1 делаю. Так, и то же самое делаю на втором узле. На втором узле устанавливаю набор программ. Устанавливаю набор программ. Так, устанавливаю набор программ, сохраняя вот такие вот правила. Опять же, правила минимизированы максимально, максимально минимизированы, так и назовем своими именами. Вот теперь ни одна муха в кластер не пролетит. Ну, давайте проверим, так это или не так. Значит, нахожу свой Windows клиент. Вот он, Windows клиент. Пинга. Вот, никаких терпингов в кубе нету. Более того, мне надо настроить DNS. DNS теперь доступен тоже через, только через шлюз. Только через шлюз. Поэтому внутренний IP-адрес недоступен. Только через destination.nat 172.16.1.13. Да, IP-адрес нашего шлюза, отказоустойчивого, из двух узлов состоящего. Ну, и проверяю, соответственно, работает ли после этого что-нибудь. Да, работает. Видите, да. Так, хорошо. А то защита бывает такая, что и все поломали. Ну, ладно, двигаемся дальше. Значит, обсуждаем достоинства и недостатки. Все работает, одни достоинства. Но уже кто-то меня спрашивал, а будет ли ingress? Будет ли ingress Nginx? А что, если мы с вами вместо того, чтобы Nginx разворачивать здесь, развернем его в кластере? В кластере развернем, да. То есть у нас с вами будет Nginx внутри кластера, который называется ingress. И, собственно, HTTP-трафик будет прямо на всем пути к кластеру, скажем. Вот причина, скажем. HTTP-с-трафик будет везде. HTTP-с-трафик. Вот, соответственно, сказано, сделано. Ну, сперва надо разобрать то, что у нас уже есть. Чтобы разобрать то, что у нас уже есть, смотрим методичку. Смотрим методичку. Значит, нахожу описание сервиса моего приложения и меняю его на кластер IP. Значит, на кластер IP. Сервис SSH кубе. Так, открываем редактирование описания сервиса. Так, никакого лоут-балансера не будет. Если не указывать тип, то будет кластер IP. То есть будет сервису назначен просто IP-адрес внутри кластера. И как к нему попасть, непонятно будет. Ну, пока применим. Так, что еще? Ну, чтобы вообще не было сомнений в том, что все меняем, удаляем металл.лб. Значит, еще раз я с ним познакомился только благодаря курсам. Мы, кстати, используем схему, которая будет последней. К ней сейчас двигаемся. Как бы это не хорошо, не плохо. Но вот такой факт у нас. Соответственно, удаляю я металл.лб. Чтобы никаких следов от него не осталось, удаляю описание пула. Чтобы прям совсем ничего. Удаляю описание пула. Так, ну и, значит, разломали. Разломали. Так, ну да, теперь у нас, поскольку Nginx использует IP-адрес из пула балансировщика, то теперь в нем никакого смысла нет. И мы можем смело на обоих узлах, на обоих узлах SSH gate 1 и на первом шлюзе Nginx выключить. Спасибо, Nginx, ты себя хорошо проявил. Вот, первая схема была абсолютно работающая. Меняем ее, потому что хочется побольше вариантов вам надавать. Поэтому, не потому что Nginx плохой. Так, ну и, собственно, развернем Ingress Controller, используя современный вариант установки программного обеспечения в кубернетис хелм. Значит, люди, которые придумали манифесты, значит, ну, вернее, люди, которые писали манифесты для кубернетиса, быстро сообразили, что как-то там очень много всего постоянно одинакового пишется, нельзя ли что-нибудь сократить, чтобы писанина уменьшить. И придумали использовать для этого шаблонизатор. И вот хелм – это шаблонизатор, который позволяет вместо манифестов использовать чарты. На курсах мы обсуждаем, почему это так. А здесь очень кратко будем использовать хелм для установки Ingress Controller. Ну, длинная история состоит в том, что можно взять, узнать, где находится репозиторий Ingress, настроить нужные параметры при установке. Мы сразу перейдем к варианту, который все используют. Значит, можно взять репозиторий и посмотреть, какие параметры в приложении можно поменять. Наше приложение – это Ingress Controller. Соответственно, вот перед вами команда, которая показывает то, то, что параметры я называю в хелме, называется «Values». Показываются «Values» – значения, которые доступны для Ingress Controller. Можно их посмотреть, можно почитать документацию к ним, что они здесь значат и так далее. Ну и для нашего случая подойдет следующий набор «Values». Я пишу свой файл «Values» параметров, который будет переопределять параметры по умолчанию. Вот что я решил вам в вебинаре показать. Я решил запустить Ingress Controller в режиме Diamond Set. Так и подбивает спросить, что это значит. Но поскольку у нас с вами односторонний формат занятий, то скажу, что экземпляр Ingress Controller будет запущен на всех воркерах. Значит, будет подключен контроллер прямо к IP-адресам наших воркеров. Заодно сейчас мы с вами их увидим. И у нас не используется никакой балансировщик. То есть соединяться мы будем прямо с IP-адресами наших узлов и кластера Kubernetes и попадать в Ingress Controller. Вот такой набор «Values» я заготовил. Кстати, есть мнение, что это не очень хорошо, что нужно балансировщик использовать. Ну, я на мнение не очень хорошо говорю. Расскажите, какой кейс не очень хорошо. Я всегда слушаю людей. Так что если какой-то кейс у вас есть, что это не очень хорошо, я с удовольствием узнаю о нем. Потому что пока мне никто не смог объяснить, но это не значит, что это не так. Поэтому Ingress Controller будет работать прямо на IP-адресах узлов. Так, запускаю процесс, пошел установка Ingress Controller. И если я нигде не ошибся, то у нас с вами спустя некоторое время должен в namespace Ingress Nginx запуститься контроллер. И если посмотреть его свойства, то там должны фигурировать IP-адреса нашего кластера. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим, да. Вот он запускает. Ну, на самом деле, скорее всего, еще только запускается. Вот как нам можно посмотреть, запускается или нет, да. Get all. Get all. Вот. Ну, в общем, уже, говорит, запустился, да. Да, посмотрите, видите, он слушает 80-й порт и 443-й на узлах нашего кластера. Можно смело подписать. Значит, это у нас точка 223, это у нас IP-адрес точка 222 и точка 221, точка 225. Так, ну и, собственно, теперь нужно… Ну, да, 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 Иван в чате пишет. На самом деле, столько вариантов, что поневоле начинаешь думать, кто-нибудь же должен рассказать, какой самый правильный, и все. Поэтому я не рассказываю, какой самый правильный, а рассказываю все. Так, ну и, собственно, собственно, значит, мы с вами Ingress контроллер развернули. И теперь нам нужно приложение, наше приложение к этому контроллеру подключить. Мы с вами вспоминаем, что теперь HTTPS Traffic будет у нас достигать кластера, поэтому должны наши сертификаты нашего приложения внутрь этого кластера поместить. Как это сделать? Мы сейчас скопируем файлы, сертификаты и ключа на машину, которая работает с кластером. Ну, это машина Куби-1 совершенно случайная. Вот, и создадим, и создадим, как бы, объект, который этот ключ и сертификат будет хранить. Потому что, в отличие от Nginx, который работал на гейте, у нас все работает в кластере, поэтому файлы надо преобразовать в объекты Кубернетиса. Таким объектом будет Secret TLS с таким вот названием, и внутри этого Secret TLS будет храниться сертификат и приватный ключ нашего приложения. Вот что мы с вами делаем. Да, ну, копировать надо. Я очень люблю копипастинг, и все в нем хорошо, кроме того, что иногда можно не скопировать первый символ или последний. Так, создали мы с вами объект, который хранит ключ и сертификат. Вот, и создаем, и создаем, ну, мне логичнее сказать, фрагмент конфигурации Ingress контроллера, который будет описывать доступ к нашему приложению. Давайте посмотрим, значит, фрагмент конфигурации. Так, ну, и постараемся здесь не напортачить. Значит, мысленно здесь можно сразу несколько приложений описать, поэтому я тут как бы массив описал, но давайте править. Итак, сервис у нас называется, по-моему, SRV. SRV. Так, приложение называется в DNS GoWebD, значит, номер стенда, соответственно, у меня 13. Так, и доступ к этому приложению будет HTTPS. Для этого будет включено использование сертификата и ключа, описанного вот в этом вот объекте, который мы на предыдущем шаге с вами создали. Соответственно, сохраняю этот вот, сохраняю этот файл конфигурации. Так, и, ну, где, не ошибся, уже одна ошибка была, обычно. Так, 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 и применяю, и применяю. И применяю, значит, этот манифест, манифест, и если он применился хорошо, то должен появиться объект Ingress. Ingress, еще раз для меня, это вот просто фрагмент конфигурации Ingress контроллера, Inginx, который встроен. И вот посмотрите внимательно, да, он у нас бодренько сообщает, что вот через вот такие вот IP-адреса можно иметь доступ. Теперь, коллеги, как протестировать, работает или не работает? Вот перед вами команда, которую, думаю, мало кто знает, но имейте в виду. Вот я сейчас ее недавно нашел, да, готовясь к занятиям. Она говорит следующее. Я хочу забросить вот такой вот ресурс по HTTPS, подключаясь вот к этому узлу. То есть мы фактически с вами проверяем, наш кластер вообще отвечает. Отвечает. Вот эти вот пустые кавычки, почитайте, пожалуйста, в мани про Connect Tool. Для меня не очевидно, зачем они такую сложную конструкцию загородили. Мне казалось бы, вот так вот можно оставить. Ну, там типа говорится, если подключить, если здесь описан любой протокол, любой ресурс, любой протокол. Ну, короче, как масло масляное. То, что здесь описано, здесь говорится любой. Вот. Ну и немножко волнуюсь, потому что на тестовых прогонах… Да, смотрите, да. Я вижу, что я могу подключиться к любому узлу кластера, к любому узлу кластера и запросить HTTPS доступ к моему приложению. Это уже обнадеживает. Но у нас-то с вами люди вот здесь находятся. Вот здесь находятся. Им-то как попасть? Им-то как попасть вот сюда вот, да? Значит, по HTTPS. Вот такой HTTPS должен попасть вот сюда. У нас же еще и firewall здесь закрыт. И все, в общем. Вот. Можно было бы в DNS прямо вот эти вот IP-адреса добавить, но это плохая практика, кто знает почему. Потому что если что-то случится с узлом, у нас часть запросов будет теряться. Поэтому я хочу вас познакомить с другой штукой, с которой вы уже знакомы. А именно, мы с вами сейчас узнаем, что Keep Alive умеет не только IP-адрес балансировать, но и запросы передавать. Поэтому я сейчас подключаюсь к Gate1. и открываю на редактирование файл конфигурации Keep Alive и буквально продолжаю его. Смотрите, вот такой вот конструкции. Давайте посмотрим, что у нас здесь в этой конструкции. Я говорю, Keep Alive на Gate, слушай вот этот вот порт на вот этом IP-адресе, а все, что будет прилетать сюда, отправляй вот на эти вот узлы, причем с балансировкой нагрузки, да еще и с проверкой, узел этот работает или не работает. То есть если у нас узел кластера какой-то выйдет из строя, Keep Alive просто не будет передавать на него запросы. Круто? Пишите. Мне кажется, круто. Так, сервисы, Keep Alive, Keep Alive, Keep Alive restart. То же самое делаем на втором узле. У нас же отказоустойчивость. Поэтому Keep Alive настраиваю и тоже перезапускаю. И, соответственно, в сервисе Keep Alive restart. Так, ну и если честно, то не очень, может быть, зрелищно получилось. Ну попробуем зрелищности добавить вот таким вот образом. Значит, я сейчас запущу вот такую вот инструкцию на втором узле. Она показывает, на какие узлы передаются запросы. Правда, вначале ничего мы здесь с вами не увидим, потому что все запросы будут идти через первый узел. Меня больше волнует, оно вообще работает или не работает. Работает, продолжает. Nginx, помните, мы с вами выключали, да? Вот надо было показать этот момент. Ну ладно, придется поверить на слово, что оно не работало. А сейчас я, так же, как в эксперименте с Nginx, остановлю первый узел. Ну не остановлю первый узел, я вот так вот его заморожу. Заморожу, дальше выведу консоль, да? И попробую поперечитывать. И вот мы видим с вами, что активное соединение у нас пошло на третий узел. Ну почему на третий? Ну, наверное, вот так вот. Да, это не х-прокси. Нет, тут нет пока х-прокси. Посмотрите, коллеги, я же вам обещал все варианты показать. Вот я и показываю. Х-прокси никакого нет. Это у нас с вами кипылаев плюс ингресс-контроллер. Х-прокси нас ждет, поэтому понеслись дальше скорее к х-прокси. Так, несемся дальше скорее к х-прокси. Будет? Будет обязательно, да. Так, значит, ну обещал, значит, нам надо сделать, да. Так, хорошо. Х-прокси вы хотите, да? Ну ладно, давайте. Значит, удаляем приложение. Удаляем приложение вообще, к чертовой бабушке. Так, удаляем приложение, потому что мы его развернем. Мы его развернем. Так, развернем его. Так, кубе один. Удаляем приложение прямо вот так вот безжалостно, потому что мы развернем его через хелм. Опять же, это дань ребятам, которые на занятиях. Надо сказать, что проблема, приведшая к возникновению этого вебинара, возникла именно на этом шаге. Я просто рассказывал, что можно разработанное нами приложение поместить контейнер, значит, в GitLab, в Docker Registry. А также можно взять хелм и создать чарт, создать его чарт и тоже разместить в GitLab. Тоже разместить в GitLab. Вот мы с вами видим контейнер Registry, да. А можно показать, что я с ребятами, со слушателями наше GoWebD-приложение разместил в Package Registry. Вот она лежит у нас в GitLab, в WebD-чарт. Вот она лежит, все. Значит, вот бери, скачивай. И мы с вами посмотрим, как можно развернуть это приложение через хелм. Вот, но опять вспоминаем, как мы разворачивали Ingress Controller. Я создаю каталог для будущего своего приложения, ну, точнее, для файла values будущего своего приложения. Я могу точно так же, как с Ingress Controller, посмотреть, какие значения values или параметров можно менять вот таким вот образом в Show, да. Вот, можно посмотреть, что тут у нас в values. Угу, вообще есть. Так, ну, мы видим с вами, что реплика каунт, видите, один, да. Соответственно, само приложение то же самое, тег не указан, но и хорошо. Вот, ну, и чтобы что-то поменялось, чтобы что-то поменялось, я пишу свой файл вылесов, вылесов или параметров. И говорю, что, а вот не хочу я, чтобы реплика была одна, хочу, чтобы было три реплики. И не хочу, чтобы версия приложения была 1.2, хочу, чтобы версия 1.1 была. Вот, хочу и все. Соответственно, точно так же, как мы с вами Ingress Controller устанавливали, я устанавливаю теперь свое приложение, используя HelmChart, хранящийся в репозитории, подсовывая ему свои значения values. Вот, у меня устанавливается все. Так, ну, и смотрю на сценарий, что там у нас по сценарию. Да, ну, в общем, должно поменяться версия приложения. Давайте посмотрим, поменяется версия приложения или нет. Так, смотрю. Да, видите, теперь установлено через HelmChart, там немножко другое название, подов версии 1.1. Ну, в общем, мы с вами вот этот пробельчик с теми, кто учился, у нас закрыли. Хапрокси, люди говорят. Хотим хапрокси. Хотите хапрокси? Я тоже хочу хапрокси. Поэтому мы говорим, keep a life, спасибо тебе, не знали, что ты это умеешь, ну, или знали, что ты это умеешь. И говорим, а все-таки хотим, что мы хотим. Мы хотим вот такую связку. Смотрите, значит, мы с вами сейчас сделаем так, что трафик снова будет лететь вот здесь вот по HTT. по HTTP, по HTTP. Ну, почему по HTTP? Ну, вот хочу по HTTP и так далее. То есть, Ingress Controller будет обрабатывать только HTTP запросы к нашему приложению. А пользователи будут работать с HTTPS. Очень похоже на схему с Nginx. Но, но для Nginx нам понадобился Load Balancer, потому что Nginx не может, бесплатный Nginx не может проверять работоспособность вот этих вот IP-адресов. А вот хапрокси как раз сможет это делать. Поэтому мы с вами рассмотрим вариант, когда у нас будет Ingress Controller на IP-адресах узлов. И Nginx будет работать прокси с поддержкой HTTPS. Поэтому, значит, обещал, делаю, делаю. Так, значит, что мне нужно сделать? Мне нужно Keep Alive на обоих узлах. Так, мне на кубе только SSH gate. Мне нужно Keep Alive на обоих узлах. Вернуть в состояние, что... А, у меня до сих пор gate выключен. Да, выключен. Сейчас, сейчас вернем его. Отмена, да. Сейчас он вернется. Так, на gate 2 пока подключусь. Так, Keep Alive настраиваю. Удаляю вот эту вот секцию. Удаляю вот эту секцию. Так, сохраняю. Соответственно, сервисе Keep Alive restart. Так, и SSH gate 1. Gate 1. Тоже удаляю эту секцию. Так, хорошо. Значит, сервисе Keep Alive restart. Хорошо. На первый gate копирую сертификаты. Кстати, здесь мы скажем, что хапрокси лучше, чем Keep Alive. В том смысле, в том плане, что Keep Alive позволяет давать доступ только к одному кластеру. А вот хапрокси позволяет на основе разных имен DNS и разных сертификатов давать доступ к разным приложениям, даже в разных кластерах, например. Вот. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, легче будет последнее решение. Мы его в Bauman'ке используем. Поэтому, так, раз, два, три, четыре, пять. Напишите плюсик, кто меня слышит. Раз, два, три, четыре, пять. Если слышно, да. Хорошо. Ну, и надеюсь, что продержится наша трансляция. Спасибо большое. Так, устанавливаю, соответственно, я хапрокси на первый наш шлюз. На первый шлюз устанавливаю. Так, устанавливаю на первый шлюз. Так, давай еще раз. Устанавливаю на первый шлюз. Читая документацию, там говорится, что сертификат и ключ должны быть оформлены в виде одного файла. Поэтому так вот сливаю ключ и сертификат. Сливаю ключ и сертификат. Так, дальше. Сам файл конфигурации беру минимально работающий. Минимально работающий. Комментирую. Так, я сейчас скопирую все подряд, а потом удаляю лишние строчки и удаляю лишние строчки, чтобы они нам не мешали. Значит, про заголовки мы с вами договорились не разговаривать, чтобы не было слишком уж много. Так, ну и дальше, что мы с вами видим? Так же, как NGINX будет слушать 80-й порт, перенаправлять запросы на HTTPS, если без HTTPS. Значит, вилдкарт сертификат здесь используется мысленно, который под любое приложение. То есть у нас мысленно в кластере Kubernetes много приложений. Вилдкарт сертификат, соответственно, для всех из них. Ну и, соответственно, все, что приходит на вот этот вот фронт-энд, на вот этот порт или на вот этот порт, передается на бэк-энд. Давайте посмотрим описание бэк-энда. Бэк-энд очень похоже на KPLive. У нас передает запросы на 80-й порт. Кстати, вижу опечатку. Смотрите, опечатку нашел. О, круто. Нормально так читаешь. Кубита на первый узел, на первый, на второй, на третий. И проверяет их состояние. Точно так же, как KPLive. Injunx бесплатно это не умеет делать, поэтому хапрокси в этом отношении, конечно, использовать приятнее. Бесплатно, да, бесплатно. Да, да, Эдуард, вы потом посмотрите все эти схемы. Я бы еще раз на слух очень плохо воспринимаю. Мало бы мне, чтобы было понятно. Поэтому что я делаю? Я делаю работающие лабы, которые можно пересмотреть многократно и посмотреть, где я и что делаю, откуда что копирую и какие комбинации получаются. И пытаюсь запихать кучу лаб в ограниченное количество времени. Короче, перезапускаю я хапрокси. И если все хорошо, то у меня все должно продолжать работать так же, как работало, абсолютно так же, как работало, если я с рабочей станции позапрашиваю. Да, и вот мы видим, что трафик теперь летит через хапрокси. Ну и формально даже, наверное, тестировать не буду, потому что вы, наверное, мне и так поверите. Значит, чтобы у нас был отказоустойчивый шлюз, надо просто что сделать? Надо просто скопировать все, что да, установить хапрокси на второй узел, на второй узел, установить хапрокси на второй узел. Так, скопировать файлы на второй узел и перезапустить. Тестировать некогда, поэтому даже не буду это делать. Тестировал, работал. Если вы в классе делаете лабы, тестируйте все, что хотите, выключайте узлы, кластеры и так далее. А я вам продам еще у меня несколько работ. Argo CD хотите или нет? Пишите, хотите Argo CD или нет? Конечно, хотите. Да, что это такое? Вот у нас в Baunki как раз Argo CD используется. Поэтому я сейчас говорю, что ставить приложение через Helm руками – это отстой, мавитон, это не круто. Поэтому мы это приложение через Helm чарт, установленное, удаляем. Мы поэтому берем, устанавливаем контроллер Argo CD на наш кластер, контроллер. Открываем документацию, там сказано, ну, надо создать на M-Space, говорят, почему-то M-Space они не сделали. Дальше, соответственно, берем контроллер, устанавливаем Argo CD. Вот, все из документации копируем. Так, что еще? Этот Argo CD обладает классным интерфейсом графическим, поэтому надо к нему будет подключиться. Чтобы подключиться с рабочей станции администратора, нужно взять какую-нибудь хорошую консоль. Хорошая консоль для Windows. Я же в Windows сижу, да? Вот такая вот. Это могу порекомендовать. Могу пинуть. CMDR. Значит, понадобится нам с правами администратора эта консоль. Вот она у нас запустилась. Там имеется BASH. Так, перейду в домашний каталог традиционно. Так, ну и мне что понадобится? Понадобится кубик ETL. Поэтому беру, загружаю утилиту, вот этот вот кубик ETL. Все как положено. Пока там контроллер разворачивается. Да, да, да. И это вы про кубернетис, да, коллеги? Усложнять. Не то слово. Усложнять. Там, мама дорогая, что творится. И никто не знает, как этим пользоваться. Специалисты нужны по зарез. Так что не стесняйтесь, изучайте. Так, хорошо, хорошо. Значит, инструмент командной строки. Да, GitLab Runner можно, можно Argo CD. Вот у нас два умки Argo CD используются. Потому что поставщик сказал, мы делаем для Argo CD. Ну, хорошо, что я его знал. Так, ладно, значит, подключение. Я понял ваше мнение и отчасти разделяю его. Так, понаворотили, мама дорогая. Ну, ничего, зато платят деньги. Так, подключение к кластеру делаем. Подключение к кластеру из Windows компьютера. А, про левые терминалты. Ну, не знаю, мне нравится. Может быть, это самое. Напишите, что вы используете в чат. Я небольшой спец по Windows, поэтому нашел для себя BASH. Так, хорошо. Значит, копирую файл конфигурации с узла кластера. Мастер узел кластера, помните, да, у нас. А, ну, хорошо, да. Может, когда-нибудь я до этого дойду. Так, копирую файл конфигурации с кластера. Так, копирую с кластера. Так, и настраиваю. Настраиваю подключение к кластеру. С Windows компьютера, да. Так, соответственно, вспоминаем IP-адрес. 192, 168, X, 221. Как на схеме стендер. Сохраняю. Сохраняю. Выхожу. Проверяю. Кубик ETL. А, я еще не скопировал файл. Сейчас скопирую. Так, я его только загрузил. Сейчас перемещу, куда надо. Так, перемещаю, куда надо. Кубик ETL. Get, ну, допустим, Nodis. Так, да, доступ к кластеру есть. Теперь надо подключиться к ArgoCD. Читаем, как подключиться к ArgoCD. Чтобы подключиться к ArgoCD, нужно использовать PortForwarding. Вот перед вами пример, который был заявлен, что такое PortForwarding. Смотрим, значит, в Namespace ArgoCD есть сервис вот с таким вот названием. И попытка подключиться на рабочей станции администратора к этому порту, на 443-й порт, будет прокидывать нас вот в этот вот сервис. Поэтому я могу смело вот это вот открыть в новой вкладке и увидеть предупреждение SSL. Ну, где с Localhost только придется согласиться, да, потому что верификация, точно, на мой взгляд, никак не пройдет, вот, потому что SSL должен на Localhost быть выписан. Логин ArgoCD, ArgoCD. А вот пароль, пароль надо узнать согласно документации. Там есть объект Secret, из которого можно этот пароль выкусить. Он еще и в B64 зашифрован, поэтому в документации сразу же полная инструкция дается. Вот такая вот. И вот перед нами парольная фраза появляется. Вот. И далее мы должны описать ArgoCD. Так, не ArgoCD, пользователь админ, прошу прощения, вот вторая ошибка. Пользователь админ, соответственно, пароль мы с вами нашли. И мы должны описать в ArgoCD, где же наше приложение закачивать. ArgoCD может закачивать приложение из многих вариантов, и вариант, который на курсах рассматривается, заключается в том, что у нас имеется репозиторий в GitLab, например, в Git. И в этом репозитории буквально хранятся хелм-чарты. Вот в WebD, K8S. Здесь буквально хранятся чарты. Вот он, WebDChart. Вот у нас там Charts YAML. Вот у нас Values YAML и так далее. И мы в настройках ArgoCD просто берем и этот репозиторий прописываем. Ну, не в настройках ArgoCD, а в настройках, соответственно, приложения. Так, значит, вот такой у нас будет файл, манифест, описывающий приложение. Так, значит, давайте посмотрим, что мы здесь с вами видим. Что мы здесь с вами видим. Что мы здесь с вами видим сверху вниз. Так, значит, приложение. Вот такое вот название в Namespace ArgoCD. Вот эта штука позволит выгрузить это приложение, выгружая манифест. Путь к репозиторию. Мне кажется, мы с вами уже видели его, да. GitLab у нас на сервере. Репозиторий пользователя студент. Вот с таким вот названием. Можно Values'ы поменять. Кстати, какой версии у нас там приложение, кто помнит. Так, Values'ы, Values'ы менять. Ну, давайте вот что, менять что-нибудь будем. Реплика каунт. Реплика каунт. Версию не будем менять, я знаю почему. Значит, реплика каунт сделаем, ну, допустим, там. Одну, одну сделаем, да. Реплика каунт, одну. Так, соответственно, дальше. В какой кластер это поместить? В какой им Namespace поместить? Все здесь очевидно. И то, что Namespace надо создать. Вот пример описания, да, версии. Терминал Виндс, да. Ладно, понял, Эдуард. Я подумаю над тем, чтобы не использовать лишнее ПО. Принято. Я человек восприимчивый к новшеству. Так, значит, apply. То-то-то-то-то. Apply. Соответственно, варг и CD должно. Да, кстати, напишите мне кто-нибудь на почту, как избавиться от этого. Вот, варнинга я не нашел быстро. Вот он всегда, вот моя почта. Так, значит, соответственно, напишите мне на почту. Или в комментариях к ролику напишите. На YouTube будет ролик, поэтому в комментариях можно писать. Так, и я показываю, вот наше приложение появилось. Бабах. И у нас ошибка. Почему ошибка? Ошибка потому, что Argo CD про наш самоподписанный сертификат не знает. Поэтому мы идем в Settings, Repository и сертификат. Добавляем сертификат и покопируем буквально. Значит, ну отсюда мы скопируем путь к репозиторию. Вот он наш путь к репозиторию. Сервер, корпорация, такая-то, юмп, путь к репозиторию. Так, а здесь у нас будет сертификат. Сертификат мы можем взять, вот, например, у нас там, да-да-да-да-да, вилд. А, не-не, там же и был СССР. Ну, короче, вилдкарт. Пускай будет вилдкарт, 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 вилдкарт. Вот он наш сертификат. Вот он наш сертификат, вставляем. Так, ну и замечательное наш с вами ArgoCD тем, что само все должно заработать. Не сразу оно заработает, но должно заработать. Ждем, ждем. Чтобы ждать, не жалея о потерянном времени, мы с вами что-нибудь еще поставим. Поставим мы с вами. Да, ну, кстати, можно через Port Forwarding посмотреть доступ к нашему приложению, но у нас самого приложения нет. Поэтому перейдем к шагу тринадцатому. Использование дашборд. Кубернетис дашборд. Будем смотреть. Ну, что, будем. Пока у нас с вами все равно время идет. Поэтому устанавливаем кубернетис дашборд. Посмотрим, что там интересного есть в этом кубернетис дашборд. СССР кубе. Кубе один. Устанавливаем кубернетис дашборд. Читаем документацию, как к этому дашборду подключиться. Честно говоря, совсем непросто. Для этого нужно создать, ну, через манифесты, разумеется, через манифесты. Надо создать пользователя, назначить ему права, создать для этого пользователя токен. И только через вот этот токен уже можно будет подключиться. Что-то прямо. Cargo CD, казалось бы, похожий продукт. Там берешь и паролем подключаешься. Но здесь какая-то суровая безопасность. Спасибо, что есть документация. Так. Ничего там не напортачило. Вроде бы нет. Так. Значит, применяю этот манифест. Получаю токен для доступа. Зацените размер токена. Но это чтобы не подсмотрели, я считаю. Чтобы люди не подсмотрели и не это самое. Чем лучше. Ну, Эдуард, здесь я еще раз заваливаю вас практикой, работающими простыми примерами. Значит, долгие рассуждения, что лучше, что хуже. У нас просто нет на это время. Можно было бы. Но нет. Почитайте. Почитайте статьи. А я, собственно, продолжаю. Как подключиться к этому дашборду. Вот так можно подключиться. Вот так можно подключиться. Если запустить кубе прокси. Кубе прокси надо запустить сначала. Вот еще один вариант доступа к приложению заключается в том, что я беру командную строку. Командную строку. Да, сейчас добью все и расскажу, если останется время. Запуская кубе прокси. Кубе прокси. Так, баш сначала. Баш. Все это все субъективно очень. Так, открываю. Открываю новые вкладки. Так, и вот здесь надо этот токен и ввести. Токен ввести. Где там у нас был токен? Коротенький такой токен. Вот он. Представляете, да? Вручную. Так, попробуй ввести. Мне надо, говорит, копировать. Не очень хорошо. Надо вручную вводить. Вот, введи. Так, ну что там? Наше приложение завелось. Делаем ставки. О, появилось приложение. Смотрите, Argo CD очухался. И наше приложение загрузило. И вот так вот красиво оно выглядит. Коллеги, видите? Коллеги, вот так. Да, видите, одна копия приложения. Все видят? Так, дашборд вам продам. Смотрите, здесь все красиво. В Argo CD. Значит, пользуйтесь. Дашборд продаю. Нахожу приложение. Нахожу коды. Меня вот этот момент купил. Мне очень понравилось. Выбираю коды. И вот так вот. Смотрите, какая красота. Uname минуса. Кстати, почему-то имя ядра содержит имя пода. Вообще, я такое удивил. Наше Go-приложение использует, конечно же, Alpine. Alpine. Alpine – это модный дистрибутив Linux, потому что он очень компактный, маленький. И вот Go-приложение часто заворачивает в него. А часто вообще без него заворачивает такой Barry Metal Go. Так, ну ладно, коллеги. Почти все. Argo CD у нас заработал. Та-та-та-та-та. Что я, что еще могу сказать? Хочу вам все-таки Haproxy сказать, что Haproxy позволяет работать с несколькими приложениями, в отличие от, с несколькими кластерами. С несколькими кластерами. Я вам обещал про K-Clack рассказать, и у меня просто нету времени, не хватило здесь это сделать. Поэтому третий вебинар, третий вебинар будет про K-Clack через... Нет, нет, как в Кубере его развернуть. Иван, спасибо за ссылку. Да, это был первый вебинар, вы ссылку прислали, скорее всего. А вот как его в Кубере развернуть, я расскажу. Поэтому сейчас готовимся к нему. Значит, я на GATE1 покажу, что можно сделать так, что Haproxy будет работать с несколькими кластерами. У нас совершенно случайно есть два кластера. А, про Argo CD, ну, ничего страшного. Так, далее я меняю файл конфигурации Haproxy и рассказываю, и рассказываю ему, что у нас будет два бэкэнда, два бэкэнда. Так, значит, у нас два бэкэнда будет, у нас будет два сертификата, два сертификата, посмотрите, приложение GoWebD и приложение K-Clack у нас, два приложения. Значит, K-Clack у нас будет на бэкэнде кубе, а GoWebD будет на бэкэнде ноде. У нас в курсе два кластера кубе и ноде. Кубе 1, кубе 2, кубе 3 и ноде 1, ноде 2, ноде 3. И вот я хочу показать, что Haproxy может работать с несколькими бэкэндами, надо же его как-то выделить, что он практически как Nginx. вот, и, собственно, я сейчас файл конфигурации поменял, вроде бы нигде здесь не ошибся, сохраняю, значит, в сервисе K-Proxy и старт. Так, ну и если посмотреть, как там наше приложение поживает, то увижу, что вот теперь загружается версия 1.2 с другого кластера, кто на занятиях у нас был по Hube 2, там, соответственно. Так, так, коллеги, ну что, коллеги, я успел все, осталось только там скопировать, скопировать все эти конфигурации на второй узел, чтобы отказоустойчивость работала, и ставлю вас перед фактом, ни минуты времени у меня больше нет, поэтому к вам вопрос, к вам вопрос, сколько вариантов доступа к приложению Kubernetes вы насчитали? Кстати, можно запросто подключиться через прокси, можно запросто подключиться через прокси, кубепрокси к нашему приложению, вот оно, да, вот оно, наше приложение, вот, что еще можно было показать? Можно было показать, что я могу в Argo CD похвалить еще немножко, смотрите, в Argo CD я могу поменять версию, например, версию приложения взять, поменять, да, вот была 1.2, 1.1, и через некоторое время он эту версию, он эту версию загрузит, то есть Argo CD постоянно, постоянно у нас синхронизирует то, что у нас описано в репозитории, с тем, что у нас в класть, то есть через какой-то момент она вот здесь вот изменит эту версию, так, ну и последнее, прям, чтобы уже было, чтобы уже было, да, можно запустить порт forwarding, порт forwarding, прокинуть еще один порт, прокинуть еще один порт, так, баш, баш, и подключиться к нашему приложению через порт forwarding, ну это в общем все для отладки, конечно, да, кстати, уже версия 1.1 стала, посмотрите, Argo CD уже отработал, да, Argo CD отработал, да, все, короче, все, мы успели, посмотрите пять раз эту запись, поставьте пять лайков, вот, спасибо большое, коллеги, я все успел, значит, еще раз, очень мало было теории, потому что никакой возможности все это описать в разумное количество часов нету, значит, забивайте в Google, читайте, все это описано, у вас в руках методичка, давайте я подведу, вот, вот, Viki, Валбе Мастауру, все взято отсюда, значит, все сокращено максимально, никакой воды нету, и мне лично этого не хватает, на YouTube полно роликов и про Argo, и про Kubernetes, и про все вообще, там, про GitLab, и там воды, налита водища, можно, значит, здесь мы с вами за полтора часа, чуть больше, навалили материал, часов на шесть, вам разбираться, вот, и мне разбираться, да, все, коллеги, спасибо большое, да, спасибо, спасибо, вдохновляет ваше мнение, останавливаю запись, до новых встреч. Спасибо.